Ало, Железов на проводе. Валерий Константинович, все нормально, слышно, можете приступать. Так, значит, кто это? Валерий Константинович, Александр из Выборга. А, ну так, Старый Волк. Александр, я вас назначу помощником, заместителя. Ладно, спасибо, я рискну, начну. У нас бывает отсутствие связи с соседним регионом. Спасибо, я начинаю. Если что, звоните, учтите, вы теперь зам по связи с общественностью. Все, принял. Так, ну что, друзья, поехали. Добро получено. Вахаршов с Выборга. Ой, да надо уже. Гражданин Вахаршов, я не помню ваши садовые фотографии. Это упущение. Я люблю хвастаться друзьями. Я горжусь друзьями. Поехали. Значит так, мы вот сейчас вот тут. Не обращайте внимания на то, что, не удивляйтесь, что я показываю в очередной раз эту фотографию. Дело в том, что я интригую, как будет отдельный интересный разговор. Очень интересный, но попозже. Трудно когда взять и все перекроить. Поэтому я просто показываю фотографию. Теперь так. А, ну да, Елена Александровна Савельевич, кто еще не знает. Не знаю, смотри, она поднимаясь по ступенькам, шаг за шагом, будучи к 70 годам академиком, что-то успеть сделать. Она сделала бы сейчас. У нее такая программа, она сдает экзамен за экзаменом, пишет статью за статьей. Ой, выдержит? Нет, не знаю. Но главная работа должна быть в саду. Она умеет то, чего не умеет. Все, не буду эти, как говорится. Не буду. Клише, нет, не клише. Не буду. Все, проехали. Смотрите. Значит, у меня очень сложно. Почему я сейчас скажу, почему я начинаю с повтора. Потому что, друзья, у меня был случай особый, когда я проводил лекцию в нашем музее. Там читал лекцию этим самым нашим местным садоводам-любителям. И когда я столько красноречия вложил, вот, а там был экран, настоящий экран. Вот, я столько красноречия вложил, тем более рядом со мной сидели такие гиганты. Вот, вроде Боднара и Бородича. Вот. А потом заканчиваю я свою речь минут 40. Все вроде рассказал. Как это? Встает женщина и говорит, я ничего не поняла. И тишина. Вот. А что мне делать? Я хотя бы яблочков поесть. А я уже лет 10 покупаю, покупаю на рынке. В это время в зале сидел Железов, питомниковод. Боднар, питомниковод. Бородич, питомниковод. Вот. А где она знала про нас? Нигде. А потом уже я тогда сказал. Все, ребята. Вот. Значит, сделали программу телевизионную. Тогда хотя бы хоть какая-то часть людей что-то узнала. Например, узнала, что надо пригодить эту всю доль по перекопку почвы. Вот. И осветление кроны. И много-много чего еще. И вот получилось так, что вот эти слова, они, это, меня впили. Я ничего не понял. Мне так было обидно. Я так старался. Почувствую. Почувствую. Не только яблони на черешнях и нигде не использовать карликовые подвои выращенные спалы. Даже не буду расшифровывать. Вот. Не делать это самое. Вид, что у дерева есть лишние ветки. Их надо срочно уничтожить. Вот. Тогда получается, что эта черешня, которая написана «зима», она пойдет не на север, а на юг. А точнее, она пойдет на дрова. Вот. Вот это, пожалуйста. Вот. Ну, это мое громкое название, чтобы застряло в памяти. Вот. Что у деревьев тоже есть свой Христос. Извините за такой слой. Вот. Мородостойкость. Это, искалечив дерево, делают вывод, что черешня не может выдержать дальше 24, 25, 28, 29. Вот. Обратился к бодному, никому в голову не пришло. И так далее, и так далее. И вот про эти лишние ветки, господи, боже мой, а не к ночи быть помнят. Значит, тут же черешня, вы видели цифры 24, 25, 28, 29. И тут же саренцы из Сибири. Вот. И тишина. А вокруг мертвые деревья стоят. А где ты, омский питомник, взял эти саренцы? Если сам вырастил. Хоть одну фотографию, хоть капельку, хоть одну краешек посмотреть на той эту, на той питомник. Хоть один саренец. Ну, пожалуйста. Вы представляете, сколько мертвецин ждет людей? Только из-за того, что фотография с интернета, а саренцы неизвестно откуда. Но это же чистое вранье. Саренцы из Сибири. Каждый год этот омский садовый. Омский садовый. Ну, поехали дальше. А чудо-вишня тоже самое. Неудобно напоминать, что сказала известнейший, как называется, черешневод, что вишня у нас погибает по России, потому что потепление пришло. Мы его ждем, дождаться не можем. Вот. Значит, сперва калечим, потом и лечим. Уничтожая природу. Это мы проходили. Значит, это очень интересный разговор. Наверное, сниму отдельный фильм. Почему? Случилось чудо. Господи, Боже мой. Вы поверите, чудо случилось. Она ответила на мой фильм, где я ее сделал, извините, ну, по крайней мере, невежественного человека, который своим этим фильмом уже пошла третий миллион просмотров. И все благодаря, хотя даже не ведут, что творят. Попробовал, кто я сама залез, что это дерево взрослое. И вот все ветки, которые она это, отрезала. Я посмотрел вот на нее. Вот. Ну, ладно, это тоже мы проехали. Но спасибо, Вероника. Ответил на мое письмо, не согласилась с несотнимым словом. Стоит твердо на своем караул. Будут много и маленьких плодов. И будет много и маленьких, поэтому надо калечить. Вот. Заметьте, я не скажу резать, я скажу корречь. Вот. И она так убеждена в этом. А людям не дождаться ни крупных, ни маленьких. Она же их просто уничтожает своими советами. Это мы проходили. Вот. Дебильнейшая, на мой взгляд. Ой, я же обещал. Я не применяю таких слов. Неправильная совершенно формировка в виде чаши. Вот. Тем более, зачем побелка, если вы уже успели ран пододелать до того. Вот. Покраска и побелка – это одно и то же. Я рассказываю, что если люди умирают, дерево умирает, но когда они умирают, они умирают. Найдут причину. Помните, потепление климата, заявила известнейший черешневод. Климат виноват. А искоречное дерево не виноват. А покрашенное, заметьте, не побелено, а покрашенный ствол, который перестал дышать полностью. А земной не принимает, в целом случае. Ну, не знаю я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok